Эй, Путин! Стоп! Стоп! Мамчурай вор! Стоп! Стоп! Стоп вор! Стоп! Стоп, Путин! Стоп! Добрый вечер, друзья! Не добрый вечер вам, не другие. Вы знаете, во времена моего школьного детства было такое выражение, идиома. Последнее китайское предупреждение. Очень популярно было. В 50-х, 60-х годах американцы достаточно жестко троллили компартию Мао Цзэдуна и Китайскую Народную Республику. Китайцы все время говорили, что это последнее предупреждение. Последнее. Потом будет просто дед. Вот. Ну, американские корабли заходили в Желтое море, летали над китайской территорией. Американцы поддерживали, сейчас поддерживают Тайвань. И я сейчас даже вот не поленился, заглянул в Википедию. По тысячу таких последних китайских предупреждений было сделано китайцам. Вот. И я помню, у нас во дворе такой был здоровый рыжий Сева. Сева. Он говорил, что он боксом занимается. И каждый раз, когда кто-нибудь из пацанов давал ему люлей, он говорил, что вот это все. Ну, вот это вот, слушай, в следующий раз, если вот такое повторится, ну, точно. Вот красная линия. Вот красная просто линия. Каждый раз, когда вижу нашу прекрасную исполнительницу зажигательных танцев, Марию Захарову, и сурового пиарщика, харизматичного, с толстым колосом прокурима Сергея Лаврова, когда они говорят про красные линии, вот эти вот, я всегда вспоминаю Севу. Рыжего Севу. Не знаю, не помню, что с ним стало. Но вот он последние китайские предупреждения раздавал. Все над ним ржали. Все над ним ржали. Вот, китайская армия одна из самых мощных, одна из самых многочисленных. Но она не воевала давно уже. Здесь Владимир Вольфович Жириновский прав. Американская армия чем хороша и сильна? Они постоянно по режиме нон-стоп воюют. С окончания второй веры каждый год они либо там, либо сям. У них есть эти ЧВК. У них постоянный опыт боевой. У нас вроде бы тоже, в общем, и первая, и вторая Чечня была. Сирия недавно. Вот. Но если армия не имеет боевой опыт, она не боеспособна. И как-то хотелось бы все-таки поставить точку в этой череде вот этих всяких полугроз насчет красных линий. Чтобы вот эти красные линии не стали бы последними китайскими предупреждениями 21 века. Потому что я посмотрел, даже в эстонском языке есть такое выражение. В Википедии пишут про последнее китайское. Предупреждение. Сколько можно рисовать эти линии? То есть нормально, наверное, можно рисовать, как китайцы рисуют. Просто они ведь красные, потому что кровью рисуются. Мария Захарова станцевала рок-н-ролл на корпоративе «Неда» на высоких каблуках. Официальный представитель Министерства иностранных дел на личном примере продемонстрировала, как нужно веселиться. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова зажигательно станцевала рок-н-ролл на официальном корпоративе ведомства. Перед присутствующими чиновница предстала в коротком платье и высоких, но достаточно устойчивых каблуках. Подписчики, впрочем, отметили, что, несмотря на всю внушительность конструкции, танцевать на такой высоте все равно достаточно проблематично из-за страха упасть. Саму Захарова высота каблука не смутила. Мария с душой вложилась в каждое движение. К тому же привлекла к веселью и своего заместителя. Официальный представитель и заместитель официального представителя открывают корпоратив. Департаменты информации и печати МИД России. Ударно работаем, ударно отдыхаем. Сопроводила она видеоподписью. Отметим, что Захарова не впервые демонстрирует свою страсть к танцам. Так публика прекрасно помнит зажигательное веселье Марии на приеме для журналистов в Сочи в 2016 году. Тогда официальный представитель оторвалась под калинку на высоких каблуках. А вы считаете, Россия проигрывает информационную войну в целом? Я думаю, что если бы это было так, это не вызывало бы такой агрессии со стороны Запада. То есть не было бы все новых и новых провокаций. И не укреплялись бы настолько натовские ряды. Не создавались бы новые подразделения по борьбе с российской информационной агрессией. Они просто не ожидали, что мы сможем отвечать. Отвечать так, чтобы они слышали и понимали. Вот вы привели, пожалуйста, пример с странным, глупым заявлением игрока хорватской сборной. Я думаю, что еще, наверное, пару лет назад люди бы, возможно, и не стали реагировать таким образом, как они отреагировали. Это тоже та часть, наверное, какой-то информационной составляющей, в которой и люди сами должны проявлять активность. Это не только государство, которое должно все время выходить и говорить, озвучивать свою позицию. Но это и люди, которые понимают, что они являются теми же самыми, как модно сейчас говорить, акторами, участниками информационной дискуссии. И от их конкретного слова много что зависит. Если Соединенные Штаты прекратят действовать с позицией суверена, как об этом сказал президент, выступая с посланием Федеральному Собранию, если они осознают бесперспективность каких-либо попыток возрождать однополярный мир, создавать какую-то конструкцию, где все западные страны будут подчинены Соединенным Штатам, и весь западный лагерь будет вербовать под свои знамена другие страны на разных континентах против Китая и против Российской Федерации, и если США все-таки поймут, что не зря записаны в уставе ООН такие принципы, как уважение суверенитета, территориальная целостность, не вмешательство в утренние дела и суверенное равенство государства, и просто выполнят свои уставные обязательства и будут вести диалог с нами, как и с любой другой стороной, взаимоуважительно, на основе баланса интересов, который должен быть найден. Иначе у нас ничего не получится, президент об этом четко сказал в послании, подчеркнув, что мы готовы на самые широкие договоренности, если это отвечает нашим интересам. Слыша выражение «последнее китайское предупреждение», мы понимаем, что говорящий имеет в виду шутливую угрозу, за которой на самом деле не последует никаких решительных действий. Интересно, откуда возникло это выражение, почему речь идет именно о китайцах, и почему к ним никто не относится всерьез. Значительно более развитые военно-воздушные силы американцев беспрепятственно посещали Тайвань и совершали разведывательные полеты над территорией Китая. Каждый раз, когда китайцы фиксировали нарушение своего воздушного пространства, они по дипломатическим каналам посылали американской стороне предупреждения. В конец концов, таких предупреждений накопились сотни. Американцы давно перестали обращать на них какое-либо внимание. В итоге последние предупреждения китайского правительства, без каких-либо последствий превратились в крылатое выражение, известное как «последнее китайское предупреждение».